...сорсинг back over 33% of the re-site rubles generated in the city. But they face three major issues. Lack of visibility, lack of formal integration with the processors, and information and symmetry on pricing. To tackle these challenges, we have developed an end-to-end solution for responsible re-situation for... Так, друзья, всем здравствуйте. Вчера был второй день выставки, 11 мая. Сегодня, соответственно, третий день выставки, 12 мая. Короткий день, до четырех мы будем находиться на выставке. Я могу вам сказать, что кардинально отличаются первый день и второй, и третий. Потому что первый день, я могу сказать, такая была разминка, то есть разгон. И на второй день уже мы конкретно общались по поводу адресных проектов и конкретно встречались с ключевыми людьми, которые могут создать проекты по Индии. И, как обычно, я дам короткий... Так, на комментарии я тогда отвечу позже. Василий приветствует. Ну, это, собственно, бриф такой, отчет для наших партнеров. Потом, потом задавайте вопросы в личные сообщения, задавайте вопросы в личные сообщения тем людям, у кого вы увидите это видео. А я, собственно, подведу итоги. Если вкратце, что за наши технологии... Хорошо, чтобы было понимание, я вот так вот еще встану. То есть это мы продемонстрируем 21 апреля. Это городской пассажирский транспорт, транспорт второго уровня. Но, дорогие друзья, сейчас речь не о презентации технологии, у меня немного времени, потому что у нас до сих пор посетители, у нас до сих пор интерес, у нас закончились все брошюры, у нас закончились все визитки, почистую, хотя с огромными запасами было все распечатано. Ну, давайте начнем про итоги. Вчера, во-первых, одна из немногочисленных компаний перерезала ленточку лично Анатолий Эдуардович, Виктор Бабурин. Представители выставки, именно директора, руководители выставки оказали нам честь и перерезали ленточку на нашем стенде, как именно эксклюзивная презентация для компании Skyway на выставке «Умные города» в городе Дели, соответственно, в Индии. И такие очень серьезные, именитые люди были запечатлены на фото. Все это вы увидите обязательно в фотоотчетах. И кто знает хинди, кто знает индийский язык, соответственно, вы можете посмотреть по новостям, по телевидению, по газетам. За эти дни, так как два дня назад было подписано соглашение с Химачал Прадеш штатом и город Тхармсала, и, собственно, очень много упоминаний, очень много интервью было дано. И в первый день, и в второй, и в третий. Доказательства все есть. Но уже, я могу вам сказать, начали орудовать и против нас. Потому что вы все помните, что у нас будущая мировая транспортная корпорация. И есть те люди, которые не желают, чтобы мы развивались теми темпами, которыми мы на сегодняшний день развиваемся. Так вот, дорогие друзья, второй день, это день был уже адресных проектов. И, соответственно, я могу сказать, что подходили люди именно с желанием нам предоставить как услуги, так и инвестировать. Вот, к примеру, с одной очень крупной компанией, то есть я буду, естественно, свою шпаргалку подсматривать, потому что я хотел бы говорить конкретно. И, соответственно, с одной очень интересной компанией Энергазия Smartpolis. То есть это компания, которая занимается умными городами по всей Индии и реализовывали проекты комплексные. Именно создание из обычных городов, умных городов, и также с белого листа они сейчас планируют реализовывать проекты, так скажем, в чистом поле по умным городам. И кто, как никто другой, как компания Skyway, как технология Skyway, может эту задачу реализовать. Так вот, соответственно, Энергазия Smartpolis, директор, готов сам лично инвестировать. Естественно, эти суммы не идут в расчет о сотнях миллионов долларов, но он желает высказать именно благосклонность к нашей компании и, соответственно, даже готов приехать в Минск для того, чтобы лично уже общаться с Анатолием Эдуардовичем и со всей командой топ-менеджмента зао-струнные технологии. То есть если говорить про сами умные города, то это Индор, это Пхабал, это Калькутта, западный Бенгал. И по этому направлению мы в том числе будем работать. Также были установлены контакты и есть интерес по конкретным адресным проектам в западной части Индии. Это уже конкретный проект, все пришлют, мы будем все рассчитывать. Финансирование там также есть. И, соответственно, готовы начать работу, готовы подписать меморандум о сотрудничестве уже в самое ближайшее время. Огромные интересы и, так скажем, содействия готовы оказать локальные компании и те провайдеры, которые обеспечивают взаимосвязь именно с этими локальными компаниями. То есть также, опять же, шла речь о финансировании целых адресных проектов. То есть Бихар-Батр, Боя, это Бодх-Гоя, это Наланды. И проблема всех этих городов в том, что, дорогие друзья, очень малая площадь и очень большая плотность городов. Соответственно, традиционный транспорт никак, ни в коей мере не может решить те задачи, которые сейчас необходимо, уже сейчас необходимо решать. И мы не говорим даже о пробках, мы говорим именно о конкретных адресных проектах, которые, ну, дорогие друзья, то есть я стою на стенде, вот подходят до сих пор. То есть выставка уже заканчивается с нашей... Не уходят посетители, не уходят люди. Sorry, I'm making a broadcast. Я веду прямую трансляцию, поэтому я не могу помочь. Пожалуйста, спросите кого-то. Далее, нам очень помогает белорусское посольство. Также подводили некоторых людей по адресным проектам. То есть это, так скажем, благосклонность наши братья по Республике Беларусь. И тот, кто имеет понимание и имеет конкретные отношения с компаниями по потенциальным адресным проектам в Индии. И, собственно, вот Павел, есть такой замечательный человек с белорусского посольства в Индии, нам очень активно помогал. Яму есть финансирование, там все готово. Переслали Кириллу Бадулину в департамент адресных проектов, чтобы в ближайшее время также был проведен расчет. Огромный, огромный интерес, я вам могу сказать, по нашей технологии. То есть я не удивлюсь, если, опять же, в какой уже раз, в какую уже выставку у нас самый посещаемый стенд, это не вызывает никакого удивления. И, собственно, в этом убедитесь, когда посетите любую из наших выставок. Не важно, где мы выставляемся, наш стенд всегда самый посещаемый, потому что люди поддерживают технологию. И, соответственно, компании готовы развивать транспортные, инфраструктурные, девелоперские проекты с помощью нашей технологии. Нас пригласили на крупную выставку в Арабские Эмираты в 2018 году. Это будут города будущего, опять же, умные города. Подумаем, ехать или нет, потому что на какие угодно выставки всегда просто физические сил не хватит. По машинному зрению проблем, не то что проблем, у нас проблем нет в плане инженерной части, а решения задач по машинному зрению. Соответственно, сейчас уже сменяется, так скажем, полк, тот, кто из инженеров может путешествовать по выставкам. Также был интерес по определенному проекту между двумя терминалами. Это для нас обычный абсолютно проект. Там тоже есть огромное желание, и все было записано, передано уже непосредственно департамент Кирилла Бадулина по адресным проектам. И, так скажем, подытоживая 11 мая, я могу сказать, что завершило, так скажем, очень успешно первый день посещения Национальной ассоциации высокоскоростного транспорта. То есть планируется чуть больше 40 километров трассы, и, соответственно, как вы помните, по бизнес-плану при достаточном финансировании переговоры с партнерами. Вот он, высокоскоростной транспорт. И, соответственно, в 2018 году мы будем готовы продемонстрировать это направление уже в рабочей модели один к одному. Ну, вот такой вот краткий обзор по 11 мая. Дорогие друзья, я думаю, этого хватит. Естественно, какие-то проекты мы не называем, потому что это закрытая информация. Переходим к 12 мая. 12 мая я лично общался с крупнейшим системным интегратором, который занимается решениями именно по умным городам, по Wi-Fi, по интернет, по вообще системному интегрированию любых электронно-вычислительных систем. Огромный интерес, огромный интерес с нами сотрудничать, потому что, когда они увидели в брошюре линейные города, они просто были минимально, если сказать, удивлены. Крайне удивлены, дорогие друзья, потому что, как вот вчера на панельной дискуссии, Анатолий Эдуардович представлял презентацию, и просто с открытыми ртами многие решения они не внедряли. Они будут также рассчитывать на технологию Skyway, и также будут с нами взаимодействовать, сотрудничать и кооперировать. Интересная была ситуация, дорогие друзья, по адресному проекту, по грузовому направлению. Подошел человек и говорит, примерно 60 тонн в час я смогу возить. Мы посчитали, и что намного больше, при учете то, что до 200 миллионов тонн в год наш автоматический погрузочно-разгрузочный модуль сможет осуществлять перегрузки, человек был просто шокирован и ушел уже с конкретной задачей, дал имейл, оставил все контакты, чтобы ему все прислали, уже рассчитанный проект, там каменоломня, перевозка каких-то таких вот полезных ископаемых, и, соответственно, грузопоток, который ему был необходим по сравнению с тем, что может реализовать технология Skyway грузового направления, в это более чем реально, не просто более чем реально, он был шокирован тем грузопотоком, чтобы обеспечить наши технологии. То есть вот сейчас давайте дождемся грузового направления, тот, кто будет смотреть первый раз эту трансляцию, дорогие друзья, пожалуйста, передавайте эту трансляцию всем, рассказывайте друзьям, как бродкаст будет закончен, и, собственно, те люди, которые у вас на страничке смогут посмотреть эти трансляции, они обязательно вам зададут вопросы. В Австралии, в Уэлсе, было научное исследование и такая вот научная работа, которую выполнила одна, один хороший студент, так вот, студентка тоже высказала желание, но это, так скажем, новость именно такая вот мимоходом, она тоже была шокирована, и я по своей традиции все снимаю на GoPro, наверняка смонтирует множество видеоотзывов, и это суперценные видеоотзывы, потому что люди говорят искренне, люди говорят свои отношения, свои эмоции, почему эта технология может действительно перевернуть весь мир. И независимо от какой они статус занимают, они говорят это с открытым сердцем и с чистой душой, потому что я просто вот так вот включаю GoPro, и выхода нет. То есть, естественно, кого-то снимать нельзя, и о тех, кого нельзя снимать, я также чуть-чуть попозже расскажу. Также нас пригласили как одну из самых безопасных систем на выставку по безопасности, которая также будет проходить в Индии. Подумаем, будем принимать участие или нет. Если говорить о выставках, также пригласили на достаточно крупную выставку по возобновляемым альтернативным источникам энергии. Ну, там, собственно, тоже определенная стоимость. Не знаю, будем участвовать или нет. Дорогие друзья, не забываем, что еще с Индонезии у нас сформировался пул выставок. Это Гонконг тоже сейчас решается. И самое главное для нас, дорогие друзья, инотранс, инотранс-2018, который пройдет в Берлине в 2018 году, и, соответственно, мы уже будем при достаточном финансировании способны показать высокоскоростной транспорт. Ну и, так скажем, всем на сладкое. Недавно, буквально час назад, нас посетил очень важный человек с парламента, который посмотрел внимательно весь стенд и изучил технологию, задал множество интересных, сложных вопросов, на которые наши специалисты, на которые Анастасия Лико, на которые Андрей, Тимофей, и все инженеры, которые работали, и, ну, собственно, остальная команда, ваш покорный слуга, спикер. Я тоже все работали, Арманд работал, Мила работала, знаете, это единое поле выставки, они объединяют. Пожалуйста, если вы находитесь в той или иной стране, где будет проходить выставка Skyway, не теряйте времени, просто туда берите билет, если вы в этой стране, и едьте, потому что это сформирует взрывной рост вашего и как и мнения о Skyway и также вашего бизнеса в Skyway. Я напоминаю, что сейчас у нас на данный момент стоит заглушка, уже она должна была быть поставлена, потому что в Индии мы начали адресные проекты, и индийцы, к сожалению, для них не могут сейчас инвестировать в проект до формирования легальной юридической схемы, максимально апробированной, и максимально не то, что даже апробированной, а именно согласованной на высшем правительственном уровне. Мы говорим о краудинвестинге с партнерской программой, и это схема, в принципе, по которой мы двигаемся во всем мире. Но компания, которую я представляю, и огромный привет всем членам правления Skyway Capital. Друзья, собственно, я могу сказать, что в каждой стране мы будем создавать лучшую юридическую схему для комфортного развития бизнеса и привлечения инвестиций в проект Skyway, потому что мы просто обязаны, дорогие друзья, вы видите, что у нас также планируются гиперскорости и так далее и тому подобное. Эту стратегию те активисты, те лидеры, те, кто понимает, куда идет проект Skyway, способны расписать на 15, 20, 20, 30, а то и 50 лет вперед. Ну и так кто? Кто же все-таки подошел уже по окончанию третьего дня выставки? Это был представитель парламента. Это достаточно крупный, один из самых крупных штатов в Индии. И, соответственно, оценка была высочайшая. И что я хотел сказать, на следующей сессии парламента, именно на государственном уровне, он обязательно сообщит о нашей технологии тому министру, которые ответственны за железнодорожное направление. То есть в Индии за каждое направление не будет нижний министр, но, дорогие друзья, если говорить о министрах, все вот именно Skyway, инвестгрупп, Skyway, начался где-то час и с... Дорогие друзья, обязательно мы создадим и будет возможна работа. Но пока... инвестирование в Индии невозможно. Ну вот, дорогие друзья, в среду я не буду так сильно распинаться, потому что тот, кто захочет, посмотрит видеотрансляцию, ну а тот, кто не захочет, пройдет мимо нашего проекта и упустит возможность... Строй Skyway, спасай планету! И... инженеров тоже, я думаю, скажут, что строй Skyway... Строй Skyway, спасай планету! Дорогие друзья, пока не знаю, кто знает, пишите сообщения, будем учить этот слоган на индийском. Ну и по традиции обход нашего стенда, как же он все-таки выглядит. С вами Алексей Суходоев, всем счастливо! Третий день выставки подходит к завершению, но у нас, соответственно, подведение итогов. Сегодня Виктор Игоревич Бабурин и Анатолий Эдуардович возвращаются в Дхарм-Салы, штат Химачал-Прадеш, и мы узнаем, а была ли встреча все-таки с религиозным лидером, и что же все-таки произошло во время этих двух дней. Но, дорогие друзья, я могу сказать, команда настолит максимальную поддержку и надеемся, что на следующих выставках вы также будете нам помогать. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету! Выставка заканчивается, а народ есть! Друзья, какой может быть стабильный интернет в Азии? Какой есть, такой есть! Извините уж! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, кстати, вы увидели ту серьезную встречу, но все останется за кулисами. Субтитры сделал DimaTorzok